Здравия всем, дорогие друзья! В данном ролике поговорим о том, кто такой женец в мифологии. В среде нежити упоминаются два особо почитаемых существа, вещей дух и женец. И если первый является предвестником неких бед, то второй выполняет функцию эдакого сборщика во время этих самых бед. Издавна упоминаются духи или существа, которые собирают людские души после смерти, а потом сопровождают их в последнем пути. И если тело усопшего сопровождают его родственники, то душу сопровождает отдельный женец, который сам выбирает для себя жертв. Описание этого существа зависит от того, в каких краях оно упоминается, но само словосочетание «мрачный женец», обозначающее смерть, встречается практически у каждого народа в разных его вариантах. Одетый в черный плащ и с косой на плече, женец собирает души, как собирает урожай женицы, в поле и странствует по миру, провожая людей и встречая себе подобных. Иногда ошибочно утверждается, что женец и есть смерть, но он всего лишь проводник за завесу к миру духов, где нет ничего материального. Задачи женица и список. Всякий жениц откуда-то получает определенный список, что нередко обыгрывается в киноматографе и литературе. Это может быть свиток или тетрадь, может быть пустая книга или металлическая пластинка, форма не важна. В этом списке появляются имена тех, кто скоро умрет. И женец приходит к ним, чтобы провести души. Но людям свойственно отрицание, им кажется, что они еще так много не сделали, и нередко душа не может смириться с фактом своей смерти. Тогда вступает в работу женец. Иногда он может показать человеку, что будет, если он продолжит оставаться в своей форме среди живых, продемонстрировать ему существование в виде призрака или мстительного духа. Иногда жениц может показать, к чему приведет внезапное воскрешение одного человека и какие-то будет иметь последствия. А иногда жениц просто спускает на душу какую-нибудь нежить, не давая той скрыться и силой волочит в загробный мир. А иногда оставляет душу одну среди живых. Мотивы женицов невозможно понять и изучить, но их правительская мудрость порой превышает все рамки, которые человек может представить. Характер женицов и их происхождение. Нередко упоминается, что за некоторыми душами является не жнец, а вещий дух. Для усопшего это может означать лишь одну из двух вещей. Ему отмерено еще пожить или ему уготована судьба стать жнецом. Именно вещий дух предопределяет, станет ли душа жнецом или вернется в тело или уйдет в загробный мир следом за иным жнецом. Но именно по решению духа появляются жнецы, которым уготовано провожать души в последней дороге. Обычно выбираются те, кто при жизни был бесстрастным и справедливым человеком, те, кого не брали слезы детей и уговоры стариков, те, кто привык судить по поступкам и их мотивам. Такой человек после смерти не обретает загробного покоя, он лишается всех воспоминаний и по одному слову вещего духа восстает в форме жнеца, чтобы прослужить определенный срок, после чего все равно покинет мир живых. Изначально спокойные и безразличные жнецы со временем устают от своей работы и порой начинают прибегать к более жестким методам. Вместо убеждений и демонстраций они просто запугивают души, заставляя их следовать за собой или тащат их силой, не объясняя ничего. Обычно это значит, что жнец уже истощал себя и ему приходит пора покинуть мир живых. Тогда они лишаются своей силы и просто покидают этот мир вместе с очередной душой. Таким предстает сборный образ жнеца из множества мифологий. Угрюмый, немного жестокий, стойкий к уговорам и безразличный. Он просто делает свое дело, выполняет миссию, которую на него возложили и делает все, чтобы выполнять ее быстро и качественно. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайки, делитесь роликами, подписывайтесь на канал. Не забывайте переходить по ссылке в описании и подписываться на меня вконтакте. Также по ссылке в описании вы можете скинуть добровольное пожертвование на развитие нашего канала. Всем добра, любви и процветания. До новых встреч!